Работаешь, платишь взнос в больничную кассу, все нормально. Потом в один прекрасный момент министр здравоохранения Лаутерберг говорит, что больничные кассы имеют большой дефицит бюджета. Как так могло случиться? Сегодняшняя наша тема. Почему больничные кассы имеют большой минус? Всем привет, с вами Андрей, так что поговорим на эту тему. Буквально на днях я прочитал в газете Bild, где большими буквами было заголовок такой, что каждому пациенту в будущем придется доплачивать 2000 евро в больничную кассу, потому что больничная касса имеет дефицит бюджета, и те деньги, которые мы платим в больничную кассу, их просто не хватает. Давайте разберемся, почему же так. Опять же, скажу это мое личное мнение, вся информация взята из интернета, открытые источники, кто захочет, может найти все это, писалось в немецком СМИ. Так вот, вернемся в 2018 год. В 2018 году министром здравоохранения становится месть Рышпан. Вот такой человек веселый, жизнерадостный. При нем больничная касса начинает испытывать дефицит. Почему же так? Что же случилось такого? Мы помним 20-й год, когда началась пандемия. Так что же делает мистер Шпан? Шпан, находясь в должности министра здравоохранения Германии, занимается бизнесом, хотя по логике вещей он не имеет права заниматься бизнесом. Он закупает маски у фирмы, которой владелец является супруг или жена, потому что два мужчины, состоящие в браке официально, понимаете? Он закупает маски на сумму более 4 миллиарда евро у своей второй половинки. Как это так вообще? Скажите. Это все проходит. То есть он за такие деньги покупает, ну, цена завышена, согласитесь. 500 миллионов масок за 4 миллиарда. Там еще какие-то махинации были. Все это описалось в немецком СМИ. Вы видите, уже больничные кассы более 5 миллиардов потратили только на маски. Это был 20-й год. И сделали чуть попозже тесты платные, чтобы как-то вернуть деньги, понимаете? Что деньги ушли. Я думаю, что там был распил. Это же дело завели даже на него, но почему-то оно как-то так на нет съехало. Пресса писала, потом раз и прекратили об этом писать. Так вот, 20-й год. Почти 14 миллиардов доплатило немецкое правительство больничным кассам. 21-й год. Растет. Уже 28 миллиардов. Там таблица есть, посмотрите. И с каждым годом доплаты становятся больше, где-то меньше. Но они регулярно идут. То есть больничная касса, она уже не оправдывает себя. Приходится брать деньги с федерального бюджета. И в 21-м году потихонечку шпан сливается. Шольц приходит к власти. Он назначает министром здравоохранения Лаутербах. Это человек, который сейчас является министром здравоохранения в Германии. И он получает больничную кассу в таком ужасном состоянии. Потому что там долги, дефицит, денег. И он начинает какие-то способы придумывать, чтобы хоть как-то поддержать на плаву больничную кассу. Какие, скажем так, есть проблемы у больничной кассы на данный момент? Во-первых, дефицит бюджета. Почему дефицит бюджета? Почему столько денег уходит? Несколько причин. Опять же, это все писалось в немецком СМИ. Вы можете почитать. Первая причина. Старение населения Германии. Каждый работающий человек должен платить больничную кассу 16% от своей зарплаты. Взнос. И на эти деньги больничная касса уже как бы живет. Она делает операции, протезы. Все это. Вы полностью идете к врачу. Все это оплачивает больничная касса. Старики, которые отработали, они получают также от больничной кассы деньги. Все курорты, все лечения, все таблетки, это все оплачивает больничная касса. Население Германии стареет. Примерно уже более 35% населения Германии имеют возраст более 60 лет. Стариков становится больше, расходы растут. А молодых становится не так много, потому что мы все платим, 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 а денег не хватает. Это одна из причин, вот такая существенная причина. Вторая причина, начиная буквально с прошлого года, нагрузка на больничную кассу, хотел сказать, эмигранты. Эмигранты они были все года, но не такое большое количество. Беженцы. Их примерно сейчас более миллиона человек в Германии. Беженцы, приехавшие в Германию, должны автоматически иметь медицинское страхование. То есть, каждый получает карточку и при этом любой поход к врачу, любая операция оплачивается больничной кассой. То есть, плюс миллион человек. Это тоже деньги. И третий такой важный момент, это, конечно, кризис экономический. Это тоже накладывает свой отпечаток. Больничная касса пытается где-то что-то, да, но понимаете, что на всех денег не хватит. Ну и самый, наверное, немаловажный факт, я уже об этом говорил, это нехватка медперсонала. Все приводит к тому, что сейчас немецких больничных кассок денег нет. Лаутербах мечется, пытается что-то придумать. Что с января процент наших ставок, которые мы платим в больничную кассу, увеличивается на 0,3. То есть, 16% мы платим теперь с нашей зарплаты в больничную кассу, но этого мало. И, опять же, где-то с января увеличивается также процент взносов флеги динст. Это по-русски, это те деньги, которые также надо платить по уходу за стариками. Ну, там тоже, там много разных выплат. Я вам так сразу все не расскажу. Это можно отдельное видео сделать. Я просто вам так скажу в общей форме. Короче, просто сейчас мы должны платить больше в больничную кассу, чтобы хоть как-то перекрыть вот эти, сколько там, дефицит 17 миллиардов евро. Надо нам перекрыть. Можно сказать, предложение поступило от экономистов Германии, что они предлагают еще самому 2000 евро доплачивать из кармана в больничной кассе, чтобы хоть как-то справиться вот с этим дефицитом. Не знаю, реально это или нет, но действительно уже сделали прогноз, что к 30-му году дефицит может вырастить до 43 миллиардов евро. Опять же, ребята, это просто то, что я прочитал. Это пока не должно, что завтра вот наступит, мы должны 2000 платить. Нет, это в будущем. И будет оно или нет, но дефицит есть. Как его перекрыть, пока вариантов нет. Один из вариантов, это чтобы пациент сам доплачивал 2000 евро. Получается, платная медицина, она как бы есть, но ты уже будешь за все платить. Это мы уже немножечко такую систему проходили где-то с 2004 года за поход к врачу. То есть, если ты идешь на прием к врачу, ты платил 10 евро. Это с 2004 по 2012 год такая была система. 10 евро платил за сеанс к врачу, доплачивал. И по статистике даже показали, что за первый год походы к врачам снизились, потому что не каждый человек имеет деньги заплатить, чтобы пойти к врачу. То есть, к зубному врачу просто на контроль прийти. За это надо было заплатить деньги. И по статистике было видно, что первые три года реально там сразу упали цифры больничные. Люди просто стали реже ходить к докторам. А почему же так важно, чтобы пациенты приходили к врачу? Потому что если уменьшится посещаемость пациентов, это плохо скажется на врачах. Потому что врачи, они получают деньги от больничной кассы за пациента. То есть, он счет предоставляет больничной кассе. Пришел пациент, он какую-то сделал, не операцию, а какие-то действия. Полечил, выписал таблетки, туда-сюда. Он написал, он сделал счет. В больничной кассе отправил, денежку получил. Не пришел пациент, потому что тогда ввели 10 евро. Пациенты меньше приходят, значит и врачи получают меньше денег от больничной кассы. Это, конечно, плохо. Так вот, давайте подведем итоги. Настанет ли этот день, когда мы будем сами оплачивать медицинскую страховку своего кармана или медицинские услуги? Я вам не могу сказать, потому что это пока, опять же, один из вариантов, что пациент должен сам доплачивать из своего кармана. Надеюсь, до этого не дойдет, но все предпосылки пока ведут к тому, что мы будем платить сами за себя. Потому что на данный момент те деньги, которые мы платим в медицинскую кассу, пока не хватает в медицинской системе, чтобы она полностью работала, как и надо. Так что это было мое личное мнение. С вами поделился я, Андрей, на канале Рабочие будни в Германии. Подписываемся на канал, смотрим новые серии. Всем пока!